так ну что друзья сходил я в магазин скажу первое значит вот эта норма которую вчера которые все вчера говорили что будут запускать потом одному человеку на 10 квадратных метров я ее сегодня не увидел вот как бы люди заходят все никто никого в дверях не держит но опять же наш маркет достаточно большой то есть если у них там приблизительно общая площадь там около гектара вот то ну вполне может быть что там 100 человек зале и было и вот соответственно но где-то так она и было то есть я не могу сказать что там зал забиты людьми и все продолжают грибки эти товары и все остальное прочее вот но были люди и людей достаточно было немало это было где-то 12 часов дня мы ходили продукты есть все практически ну кроме что мы не нашли мы не нашли дешевые яйца то есть совсем дешевая вот крупы все были макароны сегодня уже были милить макароны сегодня уже были в наличии вот мы спокойно абсолютно зашли в овощной отдел взяли себе картошку у нас закончилась мы купили огурцов на салат мы взяли капусту мы купили редиску вот ну тоже что салат естественно мы взяли яблок мы взяли бананы то есть ну с овощами проблем я не видел я не видел особой паники среди людей были конечно отдельные индивидуумы у которых на лице это паника отражалась ну паникюры они всегда есть любое время вот который там судорожно в мешки нагребали развесную вермишель который лежит вечно никому не нужна хотя в пачках рядом лежала и недорогая вермишель вот ну рядом через два ряда вот гречка есть развесная точно есть я видел кто-то с дурно греб там два кулька под завязку потом передумал бросил эти кульки то есть у гречки есть ну консервы так подобрали но они тоже есть наличие мясном отделе мясо есть все птица вся есть рыба мороженое вся есть живая тоже плавала сыр есть колбаса есть но мы хотели взять не на бутерброды на работу щековину допустим да но и не было мы взяли там говядину этот самый такую в общем на бутеры что еще чай кофе сахара купили аж один килограмм сахар есть хоть развесной хоть фасованный соль есть туалетная бумага тоже в наличии есть да мы хотели купить обуховская и не было мы взяли харьковской ну то есть ну там 33 пачки вот все вся бытовая химия есть в наличии алкоголь есть весь до народ так сказать делать нечего сидят по домам пьют вот но многие да не все конечно вот но тем не менее как бы алкоголь есть весь и акционные позиции есть дешевые да мы там взяли себе бутылку коньяка пусть стоит вот молочка молочка вся есть вот чего ну масло сливочное да ну так вот тоже подобрали но на тоже есть наличие вот поэтому вот эти все разговоры на тему того что там в украине голод и размели полки пустые так далее но это на самом деле все неправда вот цены вот эти рассказы на тему того что вот из-за коронавируса подняли цены тоже неправда там если у меня получится сделать скриншот чека если мы его не выбросили то я его вложу вот может быть некоторые магазины поднимаются в нашем магазине это сетевой магазин не буду называть скажешь что реклама такого как бы нету очереди на кассах по два по три человека вот мы там быстренько глянули половина касс работает очереди по два человека по три где-то вот мы там стали там где была очередь из с одного человека плюс еще есть кассы самообслуживания то есть тоже то по поводу очередей не знаю у нас тут как бы нету вот что еще расстояние люди между друг другом не соблюдают это раз и в масках ну чуть чуть больше стала ли ходить людей масках а так все как лазили без масок таким такие и лазят то есть наверно думаю что они бессмертная вот вот такая вот как бы ситуация на сегодняшний день и в киевских супермаркетах и по поводу еды и всего остального прочего я не стал снимать так сказать в торговом зале охрана этого не любит стоять там доказать что я имею право это делать потому что за там общественное место все стороны прочее и по закону я могу это делать вот я бы не захотел вот но будет возможность может быть потом как-нибудь сниму я и теща ходила там в другой магазин другой супермаркет там приблизительно такая же история вот поэтому люди которые раздувают этот панические настроения на тему голода всего общего отсутствия товаров бешеных очередей что не будут пускать в магазины что мы тут все скоро передохнем пусть эти люди знаете идут лесом вот далеко и надолго вот кто допустим вот вы зашли в магазин вы должны понимать одну простую вещь вот вы зашли в магазин допустим пустая полка на вот а есть остальной товар там какой то есть это не значит что товара нет в наличии это значит что его просто сейчас гребут усиленно и персонал магазина не успевают его выставлять просто не успевают потому что зал большой товара много люди не успевают выставлять он может появиться через 20 минут его могут подъехать тот самый выгрузите и расставить по полкам и потом за час его разметут и будут опять будет та же самая картина вот помните дорогие мои ни одна свинья в мире еще не умерла от коронавируса ни одна курица не сдохла от коронавируса поэтому лично я считаю это мое личное мнение что ну раз куры свиньи коровы и прочие животные не дохнут от коронавируса без мяса мы не останемся мы скорее останемся без денег чем без нас так что вот такие вот дела кому интересно оставайтесь со мной мы встретимся в новых видео пока не болейте